В Карачаево-Черкесии 60-летие со дня возвращения карачаевского народа на историческую родину отметили широко. Первое в череде многочисленных мероприятий прошло в Карачаевске. Людские потоки неспешно стекались к республиканскому мемориалу жертвам политических репрессий. Впервые за 60 лет в этот день карачаевский народ пронес в импровизированном шествии портреты своих бабушек, дедушек, отцов и матерей. Тех, кто остался в степях Киргизии и Казахстана, кто сумел на чужбине сохранить родной язык, культуру, обычаи и традиции. Все они потомки народа, чья судьба была искалечена, но не сломлена воля и твердый характер. Представители всех ветвей власти, духовенства, молодежь, школьники, студенты, делегации из разных городов и районов Карачаева-Черкесии. Все они пришли на митинг, чтобы еще раз почтить память тех, кто так и не дожил до светлого дня 3 мая 1957 года. Поклониться подвигу жен и матерей, стойко перенесшихся тяготы 14-летней разлуки с родным краем и фактически спасших целое поколение от голодной и холодной смерти. В 60 лет мы бережно храним память о трагических событиях, изменивших судьбу целого народа и преклоняемся перед мужеством и стойкостью наших предков. И сегодня, находясь здесь, у мемориала жертвам политических репрессий, мы испытываем двойные чувства. С одной стороны, скорбим со всеми, кто потерял своих близких в те страшные годы депортации, когда целый народ был подвергнут насильственному усилению со своей исторической родины. А с другой, чувство гордости и восхищения мужественным поколениям людей, которые, находясь вдали от родины, стойко перенося моральные и физические лишения, смогли выжить и сохранить язык, культуру, обычаи и традиции своего народа. 16 тысяч семей, около 70 тысяч человек в одночасье лишились родины, и 100% депортированных карачаевцев на родину вернулись всего 30. Депортация унесла жизни десятков тысяч людей. Только погибших детей насчитывается больше 22 тысяч. Вспоминали героев, которые продолжали защищать Советский Союз, в то время как их народ жестоко выселяли. Из 17 тысяч воюющих карачаевцев на фронтах погибли 9 тысяч. Причем 21 герой Советского Союза – карачаевец. В количественном расчете на душу населения – это самый большой процент среди всех народов страны. Говорили на митинге и о большой созидательной роли всех народов республики. Братская поддержка помогла карачаевскому народу обустроиться на родине и снова почувствовать себя в безопасности на родной земле. Никто не организовывал эти народы, никто не заставлял их выходить. Они выходили по зову сердца, встречали братский народ. Да, они не встречали их великими там какими-то угощениями. Они выходили, выносили хлеб, соль и дали понять народу карачаевскому, что их ждут здесь, что они ничего против них не имеют и что они радуются их возвращению. Говорят, кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего. Карачаевцы свое прошлое помнят и передают память о своих героических потомках, достойно переживших все незгоды и не упавших духом подрастающему поколению. У меня изображен дедушка мой, Барлаков Пелял Хазырович. Он был сослан еще ребенком, но он, к сожалению, не смог вернуться, умер в Средней Азии. Это Алботов, он отец моей прабабушки. Его сослали в Среднюю Азию. Потом он вернулся сюда, жил со своей семьей и умер в конце, в 96-й год умер. Чтобы его семью не заслали, он развелся со своей женой, чтобы ей забрали фамилию свою, не дал. И сам поехал туда. А уже после митинга у мемориала жертвам репрессий в Карачаевске, при поддержке главы региона, в южной части города Черкеска прошли грандиозные конно-спортивные состязания. Как известно, любовь к лошадям у горцев крови. А потому страсть к скачкам у нашего народа вполне объяснима. Вот и в этот день на республиканском ипподроме собралось несколько тысяч любителей конных забегов. Скачки проводились в пять этапов, на пяти дистанциях. Участвовали лошади чистокровных верховных пород, от двух лет и старше. Практически каждый забег прошел в упорной борьбе. Лошади и их жакеи были достойны друг друга. Но, как и в любом виде спорта, есть выигравшие и есть проигравшие. Так, например, самым счастливым в этот день выглядел Хусей Уртенов, чья лошадь выиграла главную скачку этого дня на приз в честь 60-летия возвращения карачаевского народа на историческую родину. Быстрый старт и отменный финиш трехлетнего гнедого жеребца «Роял Глори» принес Хусей нового, уже железного коня. Очень радостное событие сегодня. Праздник такой. Плюс к тому же лошадь заняла первое место и главный приз – автомобиль. Честно, очень радостно, что именно в этот праздник она заняла первое место. Всего в этот день состоялось пять скачек на дистанции от 1000 до 2000 метров. Все победители и призеры получили свои заслуженные награды. В республиканской столице день возрождения карачаевского народа отметили масштабно. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» прошли народные гуляния, в которых приняли участие как молодежь, так и представители старшего поколения. Там прошел концерт с участием народных вокально-хореографических ансамблей. Кроме того, была организована развлекательная программа под названием «Игры моего народа», где ее участники демонстрировали свое знание национальных игр и обычаев. Многие в этот день вышли на праздник вместе со своими бабушками и дедушками, которые в своих пожеланиях мира и добра всем народам Карачао-Черкесии вкладывают нечто большее, чем просто красивые слова, ведь им пришлось вкусить горечь расставания с родиной. «Я сегодня чувствую себя, как никогда не бывала счастлива. Пускай расцветает наш народ, наша страна, вся Россия». «Для меня этот праздник – праздник наших отцов, матерей, бабушек, дедушек, которые пережили это переселение. По словам бабушки, я помню, как она это пережила. Моей бабушке было 14 лет. Она говорила, что это была очень большая трагедия. Но на данный момент, хочешь не хочешь, наворачиваются слезы. Это праздник победы, это возвращение моего народа». Празднование продолжилось на главной площади республиканской столицы, где состоялся концерт с участием заслуженных артистов и вокально-эстрадных групп Карачао-Черкесии. Он собрал более 7 тысяч зрителей. Эта дата, безусловно, навсегда останется в сердцах всех народов Карачао-Черкесии. Пройдут года, но еще не одно поколение будет праздновать этот светлый день. «Поздравляю всех жителей нашей республики этим праздником. Это праздник для всех, не только для карачаевцев. Это праздник справедливости». «Вот эта площадь, которая сейчас полностью забита людьми, это те, которые сейчас отдают дань уважения этому народу. То, что они перетерпели, осознают это. И мы хотели бы, вот все народы, проживающие здесь, хотели бы пожелать им самого прекрасного процветания». Памятные мероприятия, посвященные 60-летию со дня возрождения карачаевского народа, прошли и во всех районах республики. Так, например, в Малокарачаевском районе состоялось открытие мемориальных досок на домах, где проживали члены второй делегации, отстоявшие интересы депортированного народа на приеме у Никиты Хрущева, Юсуфу Байрамукову, Умару Урусову и Ибрагиму Байрамкулову. Именно эта встреча и стала решающей для всех будущих поколений карачаевцев. А потому именно этих людей, несомненно, навсегда останутся в памяти потомков. А подрастающее поколение, проходя мимо мемориалов, будет вспоминать героев, подаривших всему карачаевскому народу шанс на возрождение на родной земле. Я вырос вместе с ним, многому он научил, каким быть надо честным, труженикам, всегда быть правдивым. Я за что благодарен им на всю жизнь. Светлая память о нем сохранится на долгие годы. В истории имена этих людей должны быть, они занимают особое место, и они должны оставаться в памяти подрастающего поколения. Потому что, как бы мы ни говорили бы, это субъективный фактор, да, личности этих людей. Но на самом деле случайностей не бывает. Где-то люди были преданные своему народу, своей родине. Все они были труженики, прошедшие войну, и не одну. И действительно, они искренне хотели, чтобы карачаевский народ жил бы на своей исторической родине. Такую же мемориальную доску открыли и в ауле Верхняя Мара, Ибрагиму Чагарову, члену второй делегации «Карачая», к первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву. На митинге его вспоминали как трудолюбивого, доброго и справедливого человека, который даже в преклонном возрасте с честью преодолевал все невзгоды высылки и всегда пользовался авторитетом у окружающих его людей. Всех тянуло на родную землю, на родину. Поэтому, что лучше, мать родина, я так понимаю, поэтому тянуло их на родину, поэтому они и приехали. Вспоминали о тысяче погибших в степях Средней Азии и о тех, кто с нуля возрождал аулы Ивучкулани в одном из древнейших аулов Карачаева Черкесии, земля которого пропитана слезами тех, кого 74 года назад насильно выселяли из родимых мест. А потому, хоть в этот день здесь и был праздник по поводу 60-летия возвращения на родину, праздник этот был все же с нотками грусти, а без вина погибших вдали от родины. Сосланбеку Янусовичу было 13 лет, когда на рассвете в их дом постучали солдаты. И как человек, на себе испытавший всю тяжесть переселения, он искренне рад, что теперь все народы республики живут под мирным небом. Мы радостно, танцами, музыкой отмечаем этот прекрасный праздник. Я бы просил Всевышнего, чтобы такая трагедия никогда не повторилась ни передатным народом. Пусть все народы живут свободно, радостно, под ярким солнцем. В этот день, те, на чьи плечи в те годы легла тяжесть восстановления народного хозяйства, одними из первых получили памятную медаль «60 лет возвращению карачаевского народа», утвержденную главой Карачаева Черкесии. Также к 60-летию, со дня возвращения карачаевского народа на историческую родину, в ауле Уичкулан была подготовлена выставка выдающихся людей и выходцев из Карачаевского района. В свое время они внесли большой вклад в историю Карачаева Черкесии. Эту выставку посетило много гостей, в том числе местные школьники и учителя. Они с большим интересом рассматривали фотографии, с удовольствием слушали истории про этих замечательных людей. Своими заслугами они учат подрастающее поколение быть патриотами своей малой родины и уже самим в будущем внести свой вклад в развитие республики. Такая же выставка с уникальными архивными фотографиями и картины известных республиканских художников, повествующими о жизни карачаевского народа до депортации, во время и после возвращения была организована в картинах галереи Черкеска. Вот, например, на этом снимке конца 19 века запечатлен Кадий Карачая Исмаил Султан Хаджи Качкаров, а вот крестьянин с арбой с запряженными в нее валами. Эти снимки передают дух того времени, передают атмосферу и быт, в котором жил карачаевский народ. Здесь все редко. Редко почему? Потому что был такой Ермаков в 19 веке, он снимал всех кавказцев, черкесов, абазин, карачаевцев, нагайцев. Редчайшие фотографии, которые подтверждают этнографический материал. По его фотографиям мы можем узнать селение, кварталы, мы имеем представление полное в прошедших столетиях, как они надевались, наши люди, какой был быт, какой был утварь всех хозяйств. Это все исторические источники. Кстати говоря, такие же юбилейные медали 60 лет возвращению карачаевского народа, утвержденные главой Карачао-Черкесии, вручили и в поселке Архыс. Ими были удостойны 29 человек, которые также пережили эти страшные для карачаевского народа годы. Всех их поздравили с этой датой, а также пожелали им крепкого здоровья. Всего же такие специальные памятные медали получили около 10 тысяч жителей региона. Когда мы возвращались, ну это и писали, и этот. Многие встречались с радостью, конечно, многие с завистью, но очень трудное время прожили. Карачаевцы выжили. Именно своим трудом за упорный труд и гордость за себя. Об истории тех трагических событий, которые никогда не будут забыты, поведали и в республиканской библиотеке имени Халимат Беремуковой. В зале собрались те, кто был непосредственным участником событий тех лет и те, чьи предки были высланы. Они рассказывали о том, что им пришлось пережить во время ссылки и как спустя годы они начинали жить заново. В 1956 году, 4 июля, мои родители Курджиевтов и Хамзатович и Кубанова Нузула Хачаина были в это время в Москве по вопросу переселения карачаевского народа на историческую родину, желанием встретиться с главой СССР Никитой Сергеевичем Курджиевым и попытаться выяснить ситуацию, по какой причине совершился этот акт и сделать все возможное, чтобы народ вернулся на родину. Спустя шесть десятилетий рассказы о депортации кажутся чем-то далеким, но боль и потери, которые пережил народ до сих пор, остаются шрамом в сердце каждого, так как беда затронула всех. И 3 мая для карачаевцев и других братских народов республики – это символ свободы и торжества справедливости.